здравствуйте меня зовут юля и вы находитесь на моем канале о вязании канал называется емеля нитин я рассказываю о вязании все что с этим связано что я вижу как когда публикую мастер-классы на различные изделия но сегодняшнее видео хочу посвятить связанным изделиям готовым который я сделала в сентябре но не все я сделала конечно сентябре что-то мне перекинулось на октябрь что-то я начинала вязать еще в августе но в сентябре так скажем эти изделия были готовы до по большей части и сегодня я их вам покажу обычно я рассказываю ну прежде дай показала шапки какие-то такие аксессуары а в этом месяце у меня получилось что я вязала пуловеры джемпера шапка будет и одно старенькое изделие которое все давно я покажу начну я с пуловера для меня необычная пряжа была из такой не вязала это мой был отдельный проект с магазином пряжи по этому пуловеру мы делали описание так скажем совместное вот так выглядит пуловер я наверное постараюсь поставить фотографию как-то в видео потому что целиком не смогу продемонстрировать так перед вами пуловер имеет цвет да вы видите серый белый красный это сегментированная пряжа один моток такой пряжи пряжа состоит из четырех секций две секции шелка и две секции альпака пряжа называется rara avis модель пряжи тори такой джемпер пуловер пуловер он полупрозрачный носить его нужно ну с бельем либо на бельевую майку сейчас покажу вот так на себе чуть-чуть шелковая секция не просвечивает ну частично то есть нормально смотрится а уже секция альпака они достаточно прозрачные и если неловко то можно надевать на бельевую маечку я надевала этот пуловер так прям на белье бюстгальтер закрыт и очень эстетично смотрится красиво да внизу вот такая здесь огненная полоса это подол нижняя часть пуловера здесь два цвета в этом пуловере то есть там по моему всего пять цветов в этой пряжи и здесь использованы два вот один моток он серо-белый а второй моток второй цвет он серо-красный все цвета называются по именам птичек и волга и не помню что еще там птички ладно такой пуловер достаточно просто вяжется модель здесь самый главный акцент нужно уделить плотности вязания и на первичной части расчета чтобы попасть в плотность и угадать размер но так как изделие в принципе подвижная то даже если какая-то произошла у вас небольшая ошибка это не скажется сильно на посадке изделия уделить внимание плотности сказала и техники вязания то есть с этой пряжи вот ну собственно как и с махеровой да эта часть выглядит как махер но это на самом деле альпака на полиамиде она отличается по внешнему виду если это заметно на камере от махера махер он имеет более ярко выраженный пух да по поверхности полотна здесь же это более такая ну склокоченный характерно для альпаки пушок и на ощупь он ну очень мягкий я бы даже сказала может быть мягче махера некоторого есть махер который совсем колется его неприятно носить здесь очень мягкая альпака так вот уделить технике вязания особое внимание потому что петельки могут соединяться в одну на спице либо убегать ну прям если отвлечешься то можно уронить петельку она бежит куда-то вниз по полотну а то уже вяжешь и из-за того что вот это полотно альпаки она вот с ворсинками и петли не так сильно убегают то есть они где-то задержались и спрятались полотно ты их не видишь поэтому вот единственный момент нужно уделить внимание вот эту а так очень благодарная модель и легко вязать очень получается красивое изделие я очень довольна этим пловером очень симпатично получился очень вот это первый второе изделие это джемпер свитер для моей дочери я хотела связать как какой то есть свете рук уже давно собиралась и чтобы он не занимал у меня как бы много времени по расчетам ну чего мне наверное удалось наверно нет где-то но в то же время что это было не заезженная модель а что-то мне было ну вот чуть-чуть эксклюзивное может быть чтобы с техникой вязания потренировалась новой чем хотелось что-то простое но в то же время усложнить какими-то деталями и я не хотела брать пряжу как очень много пряжи у меня возникла модель идея я вначале набрала пряжи разных цветов ну чтобы сделать эту вещь и получилось что очень дорого в общем я вышла себе стоимость отказался от одного цвета от всей пряжи то который выбрал первоначально это была пряжа у меня какая какой-то меринос 50 грамм на 125 метров какой-то из а сиан платином нового меринос и выбрала вот такую пряжу это пряжа гидифра носочная модель не помню напишу здесь два мотка один однотонный и второй моток вот такой розовый он имеет переход градиентный переход от светлого к темному вот здесь на рукаве это видно общайтесь три секции у этого мотка вот здесь где-то начинается самое светлое среднее и уже темная пестрота вот так выглядит свитер прямая пройма для меня это было принципиальное необходимость чтобы я вязала прямую пройму не хотела полукруглую делать закатами не хотел никак связываться он такой получился светерок на самом деле я переживала что он как-то ляжет грубо может быть не будет пластичным и будет подмышках неудобно ей будет с курткой носить но здесь самое важное поняла что все-таки нужно делать широкую пройму для ребенка чтобы когда поднимается рука вверх не тянулась все изделие не задиралась до за рукавом и от широкой части уже можно вот так сужать к узкой стороне что здесь интересно здесь самое интересное то вот эти полосы это все вязалось одновременно параллельно причем этот свитер вязался частично снизу вверх а потом сверху вниз и поэтому она мне подрастет я могу распустить резинку могу только распустить вот этот край закрытия и довязать его еще в длину он у меня вырастет в длину и точно также рукава я распущен вот этот край которая закрывала и довяжу в длину и он у меня вырастет вместе с ребенком сбоку у меня разрезик спинку я сделала длиннее чуть-чуть чем перед ну и планочка да на горловине она хорошо держит вот все все полотно стягивает и лежит прям ровно по шейке очень удачно получилось спинка белая я предполагал вообще другое распределение цветов точно уже даже не а я не собиралась делать целиком розовую рукава но так как у меня больше осталось розового цвета то я сделала и розовые рукава ну что получилось собственно для этой вещи очень даже симпатично вот такая вещица я хочу на основе этого свитера связать себе но немножко переделать модель как-то ну уже наверно не знаю не в ближайшее время может быть на следующий сезон мне очень понравилась вот этот вот полосатость это можно назвать что это блоками связано но как-то не блоками блоками вяжется немного иначе вот такой у меня свитерок довольны я этим изделием что мне такой ну неплохой получился вот такая у нас шапка детская розовая пряжа это лана гроза merino uno написано на мотках у производителя что можно эту пряжу стирать в машинке я эту пряжу покупала через интернет и нигде в магазинах не видела то есть я не могла пощупать и когда пряжа пришла она мне показалось достаточно несмотря то что меринос колючий но колючесть знаете такая вот она как будто бы сухая пряжа очень похоже на твит чем-то подкладу я делать не захотела но что в то же время чтобы это была ну частично зимняя шапка не знаю упадет ли нас на зиму на зиму вообще должна в общем здесь у меня взята в одну нитку вот этот меринос которая сказала а сюда наверх здесь серым такой меланж я добавила у меня был моток норки и норка обычно же продается моточек норки и плюс такая ниточка для устойчивости да там полистер в этой ниточке я эту ниточку брать не стала я взяла только нитку норки и получилась она вот такая слегка с пушком вот видно по да по краешку сравнение резинку это и гораздо мягче пряжа но я думаю все будет замечательно колоться не будет не тут то было ребенок все равно чешется и чешет не только тот участок где резинка но и там где вот здесь но мне ничего не оставалось я не захотела сделать вязаный подклад потому что у меня был уменьшился размер сразу шапки я пришила но вот вы увидели на трикотажный подклад почему белый потому что в магазине не было подходящего розового цвета и серого который был был достаточно эластичен и мне вот эта парасия белая ткань потому что она очень эластична очень нежная мягкая и в общем это было были самые главные ключевые признаки для меня для выбора и вот можете посмотреть со всеми просвечивает так что если кто-то боится например ну взять подклад другого цвета приложите посмотрите к образцу к шапке изнутри ничего не видно я единственная шапка завязками я единственная переживала что у меня не будет тянуться изделие да вот по резинке что ну как-то будет держать строчка тут же пришита нитками не какими-то трикотажными но этого не произошло я значит шила клинием этот подклад сейчас попробую показать здесь 4 клинышка вот так на верху сходится эта макушка такие лепестки шов 1 подклады и она пришита вот такими стежками через край подвернут туда внутрь и вот так пришита несмотря на мои опасения строчка это тянется вот так что наверное я буду вот скорее так делать подклады это гораздо гораздо быстрее чем связать подклад ну и как-то можно его примерить сразу ну и за мне понравилось у меня еще осталось это ткань беленькая и на ноги то еще и буду использовать ему в себе значит рисунок рисунок здесь резинка один на один дальше у меня идет 4 на 4 4 лицевые 4 изнаночные и там где 4 лицевые я 2 2 лицевые перекрестила видно да жгутом а потом они мне расходятся меняются местами вот с этими изнаночными по одной петельки и опять они потом скрещиваются в жгутик 2 лицевые за состречных и снова перекрещиваются и получились вот такие вот зигзаги интересные наверху когда я уже видела что мне нет смысла делать вот этот зигзаг я хотела немножко повернуть чтобы он спиралью пошла пошел этот узор но не совсем это получилось потому что я поздно начала закручивать спираль надо было начинать прямо сразу здесь снизу но так как у нас помпон он украсил макушечку такая вообще нарядная шапка получилось к этой шапке я начала вязать варежки недовязанные они меня в процессе значит здесь сейчас скажу 2 матка вот этой розовой пряжи которая склала на грозами и но у но вес у нее 50 грамм на 125 метров 2 матка вот у меня остаток здесь значит связано шапка и варежки и вот осталось на вторую варежку чтобы у меня хватило розовой ткани на все манжету варежки я сделала серым серый цвет это значит норка такая у меня норка и вот вот эта ниточка которая для устойчивости делается да и помимо норки здесь еще серая нитка альпака здесь меня под рукой дропс дропс не непал а другой там дропс альпака получается здесь три нитки а здесь тоже розовая и норка очень плотные такие получились здесь просто жгутики вот пальчик у меня осталось довязать никак не могу связать достаточно широким чтобы он не давил мне кажется все равно он давит опять распущу опять наберу нюанс при вязании варежек с центральным рисунком когда вы так делаете пожалуйста обязательно передвигать вот этот центральный рисунок не делайте его по центру половинки да когда вы вяжете наберу вот эта половинка варежки и вот эта половинка варежки и здесь на серии на половинке в центре идет узор всегда смещать этот центральный узор в сторону тыльную часть ладони не к большому пальцу потому что при использовании варежки ты столкнусь уже на своих митингах и здесь на варежках и это тоже заметила нужно обязательно смещать центральный узор потому что при ношении перекручивается полотно и получается у вас узор все равно тянется вот сюда к большому пальцу и он оказывается не в центре а вот где-то здесь я не стал здесь привязывать варежку следующую варежку я сделаю уже смещение узора и буду смотреть ну насколько верно я это все сместила для себя это не буду переделывать будем носить так вот так вот получился комплект еще не получился но будет и вот здесь у меня значит я повторюсь альпака и норка очень мягкое изделие получилось просто вот полотно очень гораздо мягче чем вот здесь то есть альпака вот здесь с норкой даже нежнее чем вот вот тут полотно вот с этом мирина у на запомните на моем пути научитесь вот еще одно изделие я его давным-давно связала тоже дочке своей и так он у меня осталось я не пришила петли потому что мне получился какой-то несоразмедный неудачный с тех пор я решила что отдельно вязать детали для свитеров пуловеров это очень ну как бы нужно смотреть внимательно за этим трудно не буду вам не хочу в общем в конце потом конечно шла вязать такая кофта здесь должны были быть пуговицы мне оставалось пряжа с моих каких-то вещей я связала ей кофточку мы ее носим дома накидаем когда холодно просто показываю что у меня получилось это стопроцентная шерсть жаккард не производитель и ничего не помню просто вот показываю мне очень понравился вот этот жаккардовый узор его захотелось сделать для жаккарда я считаю что когда расстояние между вот петельками больше пяти уже вязать не имеет смысла вот здесь раз два три четыре раз два три четыре пять шесть здесь мне расстояние 7 петель между зелеными этими галочками но это вязать как бы ну и трудно и а петли скачут потому что в зеленая же петля она как-то вяжется и нить снизу вы пропускаете и получается очень большой вот изнанка вот эта нитка вся лежит внизу и она там гуляет как хочет жаккард очень интересные очень интересная техника но там конечно надо уметь с этими натяжением работать и мне кажется больше пяти нитей ну нельзя петель нельзя оставлять начинается вообще вихляние вот здесь это вот здесь самое удачное получилось потому что здесь часто чередуется цвет особенно когда меняется цвет один к одной петле через одну ставится очень красиво получается ну вот примерно как тут рябушка такая выходит люблю жаккард навязать его тяжело трудно если хочется почему бы не связать правда еще был такой засада небольшая вот с этой планочкой потому что мне нужно было жаккардов узор как-то его вернуть или на планку пропустить в общем тоже еще отдельная история была вот так здесь вывязана в общем мы ее носим дома этого достаточно для этой кофты вот такая кофточка пока а ну у меня еще появились вот такие шелковые мешочки не шелковые вискозные мешочки для изделий кладу вещи туда это маленькие для этой шапки это для чего-то другого вот такие изделия я связала в сентябре спасибо что остаетесь со мной подписывайтесь если есть у вас какие-либо вопросы по данному видео пожалуйста пишите комментарии обязательно отвечу спасибо вам большое удачных вам проектов подписывайтесь на мой инстаграм оставайтесь со мной до следующих видео пока пока